Потом добавишь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 114. Мы озвучиваем толкование Нового Завета. Весь Новый Завет по нашему изданию. Вот трехтомник. Я могу даже немножко показать. Каждый том 752 страницы. Вот он как выглядит. Видели библиотеки Путина даже? Я им подарил, у патриарха. И здесь же даются комментарии. Комментарии на что? Только на толкование, где говорит он о необходимости повсеместной проповеди и любви к Слову Божьей, к исследованию. Я выделяю жирным. Видите как? Это отдельным шрифтом. Все это отдельно. Указано, что это не толкование, а комментарии. Добавляя других святых отцов, которые на эту тему говорили. Ну и лучшего иллюстратора в Библии Гюстава Доре 230 иллюстрации раскрасили. Ни одной черточки из гравюры не убрали. Только свет придали. Так что пусть кто-то не понимает или нарочно говорит, зачем раскрасили. Да разве Гюстава Доре отказался бы? Какая красочность? Под полный обрез, без полей. 230 и 10 из классики считает Никита Колесников. Евреям 7.27. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву с себя самого. Его толкование. Сказавший, что наш первосвященник отделен от грешников, теперь он распространяется об этом и говорит, что он настолько свободен от грехов, что и принесший в жертву собственное тело, не за самого себя принес его, ибо как возможно это, когда он не совершил греха, но за нас? Есть, однако, и другое преимущество. Первосвященники по закону ежедневно приносили жертвы, так как они не могли сразу очистить. Он же принес жертву, имеющую такую великую силу, что в один раз очистил через нее мир. И так Христос и в этом отношении превосходит священников. Евреям 7.28. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного толкования. Что это значит? То, что он принес жертву за грехи людские, а не за самого себя. «Однажды», — говорит, — «священно действовал», — «после же этого воссел одесной отца, как Господь». Чтобы ты, слыша, что он священник, не подумал, что он постоянно стоит и священно действует, показывает, что он стал священником по домостроительству. Когда же домостроительство было окончено, он снова воспринял собственное величие. Чтобы ты не подумал, что хотя однажды принес, однако из-за самого себя, то теперь доказывает, что не за собственные свои грехи принес. Ибо закон поставляет первосвященниками простых людей, имеющих немощи, то есть тех, которые не могут противостоять греху, но которые и сами, как немощные, подвергаются падениям. Он же, как сын, будучи так силен, как может иметь грех, а не имея греха, для чего бы он принес жертву за самого себя, но и за других не много раз, а однажды. Как всемогущий, он через единичное приношение жертвы в силах был совершить все. Под немощи разумей, как во многих местах говорит сам Павел, грех и даже смерть. Ибо так как первосвященники по закону смертны и немощны, то они и сами не были безгрешными, и других не могли очистить. Он же бессмертен и силен. Послушай то, что следует далее. Наблюдай противоположение. Там закон, здесь слово клятвенное, то есть вернейшее, истиннейшее. Там люди, конечно, рабы. Здесь сын, разумеется, Господь. Там немощные, то есть притыкающиеся, имеющие грехи, повинные смерти. Здесь же совершенный вовек, то есть вечный, всемогущий, ныне только, но всегда безгрешный. Посему, если он совершенен, если никогда не согрешает, если всегда жив, то ради чего он принес бы жертву за самого себя, или вообще много раз за других. Евреям 8.1 Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел от десну и престола величия на небесах. Толкование. Главным, то есть головным, примечание редактора, всегда называется самое важное. Когда кто-нибудь в немногом хочет передать самое существенное, то говорит, что он обращает на это внимание во главе всего. Подобно тому, как голова, хотя и мала по величине, составляет важнейшую часть тела. Так и теперь апостол говорит, главное же в том, о чем говорим, то есть я выскажу самое важное и вкратце обнимающее многое. Мы имеем первосвященником Бога, ибо сидение не свойственно никому другому, кроме Бога. Заметь же, как сказав много униженного, именно, первосвященник ходатайствует перед Отцом, и то, что свойственно человечеству, восходит к высокому и к тому, что свойственно божеству. Поступает же так всегда, как и наследник его в Евангелии, чтобы через уничиженное руководить слушателем, так, чтобы он воспринял слово, ибо иначе слушатель не понимает, если не восходит постепенно. Через возвышенное же он научает. Что-то униженное было снисхождением. Престолом же величия называют престол Отца, или потому, что Отец мог быть назван величием для Него, или же просто потому, что престол величия есть наивысший престол. Евреям 8.2 И есть священнодействователь, святилища, искини и истиной, который воздвиг Господь, а не человек. Толкование. Как земные первосвященники, входя во святое святых, служили, так и он поистине есть служитель святых, истинных, пренебесных святилищ. Казалось бы, Павел здесь противоречит самому себе. Ибо вначале сказал, кому, когда от ангелов сказал Бог, сиди, одеснуй меня, не все ли они служебные духи? Евреям 1.13.14 Как бы давая понять, что служителю и не подобает сидеть. Теперь же, сказав, воссел одеснуй отца, снова представляет его служителем. Итак, каким образом говорит это, если не по совершенному снисхождению к слушателям? И смешивая уничиженное с высоким. А некоторые поняли, святым служителем, то есть освященным, им, людям. Ибо говорит апостол Павел, примечения редактора. Он наш первосвященник. Здесь ободряют уверовавших... Не редактора, а переводчика. А, переводчика. Здесь ободряют уверовавших иудеев. Ибо так как, вероятно, они недоумевали, говоря, мы не имеем такой скинии, то вот, говорит, более великое скиния и истинное само небо. Ибо ветхозаветная скиния была образом этой, и ту водрузил человек, или веселил, исход 31-2, или Моисей, это же Бог. Здесь же заметь, согласно святому Иоанну Златоусту, что небо не движется и не шаровидно, ибо выражение воздвиг исключает и то, и другое. Еще раз скажу, смотри, это же, дальше тире, Бог, тут обязательно сделать остановку. А это же, Бог. А ты в линии считаешь, и смысл теряется. Евреем 8-3. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Толкование. Так как сказал, воссел, Евреем 8-1, то, чтобы ты не счел за обман, что он назвал его священником, говорит, что хотя и воссел, однако оттого не перестал быть первосвященником. Ибо все, что свойственно первосвященникам, он имеет, и как те приносят жертвы, так и он принес самого себя в жертву. Восседать одесную принадлежит достоинству его. Первосвященство же есть дело великого человеколюбия. И кроме того, так как некоторые спрашивали, для чего он умер, если действительно был сыном и вечен, то разрешает это недоумение и говорит, так как он был священником, а священник не бывает без жертвы, то нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Этим же было не что иное, как тело его самого. Итак, ему необходимо было умереть. Между даром и жертвами по точному замыслу есть различия. Ибо с жертвами бывают приношения кровные и мясные, или точнее все, что сжигается огнем. Ибо слово «жертва» происходит, собственно, от слова, которое означает быть сжигаемым. Дары же, как, например, плоды и тому подобное, бескровны и несжигаемы. Однако в Писании и то, и другое потребляется безразлично. Как, например, «И призрел Господь на Авеля и на дар его, хотя дар был именно от первородных овец, а на Каина и на дар его не призрел, хотя дар был от плодов земли» Бытие 4.3.5 «Если же кто попытается примирить это пустыми рассуждениями, которые мы и сами слышали, то я все-таки не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писаний». Вот еще о чем заботиться. Человек вроде что-то доказывает. Ну, говорит, тебя упрекать будут за то, что ты глупости-то говоришь, «А я тебе должен вроде заступиться, но как освобожу, когда это общее известно, это общее понятно, он умер за нас, умер, как перед священником, сейчас нападает, а нигде в Новом Завете не написано, что священники должны быть. Приехали, как говорят. Священство есть, а священников нет. А почему? Сектантское разумение, мелкота мышления, узость взгляда на истину. Поехали». «Ибо часто и в иных местах это употребляется безразлично. И я мог бы принести бесчисленное множество мест, если бы не считал это необязательным». То есть я могу привести данные, но считаю необязательным. Я вот комментарии, когда идут под роликом, я вообще никогда не отвечаю, если только спрашивают конкретно, которые никто не знает, ну, где адрес какой-то надо дать, тогда отвечаю. Зачем? Да в ролике все сказано. Вчера меня попросили, ну, как вот, я не найду нигде, как молятся, вот у вас где-то. Я сразу выставил 43 ролика. 43, где слово «молитва» в самом названии ролика, мы молимся где? Утром дома, вечером дома. Все показано. Да неужели, которые выходят там, священники, покажут, как они молятся-то? Он только перед камерой сидит. Дальше молятся, как дети, на новом месте, на бугре, утренние вечерние молитвы у детей. Едем, как мы в путешествии, молимся у дороги, молимся в разных странах, где бывали. И все это показано. Сходили по малину, под березой склонились, молитва. Нет, а ночная молитва, на костре с воздеянием рук, и чего только где нету, не знаете, не нашли. Я посидел, ну, не знаю, часа два, и выставил 43 ролика. Работы-то нисколько не хотят, готовы даже открыть. Я что могу на это сделать? Оправдать тебя я не могу. Лень не оправдывается. Лень карается. Ленивый, подобен воловьему помет, вот, корова оправится, бык. Мы детям на практике показывали. Корову прошли, ты хочешь, чтобы тебя этой лепешкой называли? Нет. Ну, тогда работай, еще что-то так. Травинку вырвать, щепку поднести, уже скрючило тебя. Мне вчера звонят, да, можно было бы и приехать по Теряевку, но... Ну, муж у меня не может работать, не хочет работать. В городе, он городской, а при чем тут городской? Что, в городе дачи не бывает ни у кого? А на заводе как работают? Стаханов, все, разве в деревне жил? Ну, и вот, и вот и все. Советская власть как-то находила таких героев труда. Она в Меланжевом комбинате, Валентину там эту возвысили. Брали пример, командировку ездили. Тут не умею, не хочу знать. У меня два высших образования, а ничего не умею делать. Экономически, исторически. Да кому не нужны? Экономика. Дырявый карман. Историю, бери книжку, читай. Надо убрать эти специальности фальшивые и дальше. Апостол далее назвал вообще дарами все, приносимое в жертву. Вот, послушай. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто будет читать наши комментарии, просим вас соотносить их только со Словом Божиим и со сказанным Блаженным Феофилактом. И не обижаться. Каждому священнику, каждому православному мы на каждое их возражение и поношение скажем. Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писания. Что я тут добавил? Эту фразу я выделил жирным, а сейчас еще красным делаю. Что это говорит Блаженный Феофилакт. Как торговля в храме. Почему торгуешь? Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писания. Рукополагает архея до 30 лет. Каноническое правило. Шестой Вселенский Собор, 14 правило. Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писания. Ибо и Христос вышел 30-летний. Смотрим, лоб только крестит. Мажет там ладошкой мокрой. Почему? Когда на Иордане крестил Иоанн, где много воды. Зачем много-то воды? Взял черепушку, да и лей на голову, как рисует. Католическое. Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писания. Князь Владимир где крестил? Евнух и Филипп куда сошли вместе? В воду. Не вижу, как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении Писания. Вот такие комментарии. Пошли дальше. Евреям 8,4. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Толкование. Еще подтверждает то, что хотя не на земле имеет скинию, но на небе, однако от этого нет препятствий к тому, чтобы быть священником. И заметь мудрость, на основании чего кто-нибудь особенно мог бы утверждать, что он не священник, разумея, конечно, то, что он не имеет места на земле, где священствовал. На основании этого сам наиболее утверждает, что он священник, и говорит, что по тому самому он священник, что он не имел места на земле. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ибо были иные на земле священники, и это обстоятельство казалось бы опровержением. Теперь же, имея место в небо и вознесши туда собственное тело, там он ходатайствует за нас пред Отцом. Отсюда, так как он на небе, то поэтому он по преимуществу священник. Евреям 8,5. «Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению Искинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Толкование. Здесь показывает преимущество священства Христова. Называй ветхозаветное священство образом и тенью, наше же небесным. «Ибо когда ничего земного напротив духовного, все, что в таинствах, где ангельские гимны, где ключи Царствия Небесного и отпущение грехов, и снова связывание. Когда же жительство наше на небесах, то каким образом может не быть небесным наше священство? Посему этому небесному священству служило поробразом и примером, то есть темным образчиком и как бы теневым очертанием то, что в Ветхом Завете было открыто Моисею. «Так как то, что мы видим глазами, мы скорее постигаем, чем то, что узнаем через слух, то поэтому Бог показал Моисею все, не только устройство скинии, но и то, что касается жертв и всего служения». Евреям 8.6. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучше, во он, ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях, толкования. Это вытекает из той именно мысли, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Ныне же говорит, не будучи на земле, но небо имея местным священодействия, он получил лучшее служение, то есть служение его не таково, каково свойственно земным первосвященникам, но небесное, так как местом совершения его служит небо. Возвысив священство Христово по месту и по священнику и по жертве, таким же открыто выставляет его и по Завету. И хотя прежде сказал, что Ветхий Завет был немощен и не полезен по причине владельчества слушателей, но он скоро прекратил об этом речь. Теперь он долго задерживается на рассуждении об этом и показывает, что Новый Завет лучше того. То есть Евангелие, ходатай, дарователь сего, есть Христос, ибо сам он сделался для нас служителем Евангелия, приняв образ раба, как Моисей есть посредник закона. Предлагает то, что особенно ободряло верующих из иудеев. Именно, что обетование нашего Завета лучшее обетование, ибо не благо земные, и не благо в потомстве, и не в многочадии, но Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Итак, не будьте малодушны, обетование Евангелия лучше, неразумно унывать тем, кто имеет лучшее. Комментарий Игнатия Лапкина. Ни в одном месте Писания не даже намека на то, что люди, пренебрегшие Библией, будут спасены, что часовые моления людей, отвергающих Священное Писание, будут приняты Богом, что жизнь тех, кто не выходил из храма, кто принял монашество, кто был священником, но не хотел слушать Слово Господне, что такая жизнь будет угодно Господу. Царство Небесное обещано соблюдающим Евангелие. Рассуждая от обратного, легко заключить, что Царство Небесное не обещано не соблюдающим Евангелие. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Псалом 118.113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Царство Небесное обещано только соблюдающим Евангелие. Евреям 8.7. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Толкование. Замечай порядок. Сказал, что Завет Христов лучше Ветхого. А откуда это видно? Из того, говорит, что утвержден на лучших обетованиях. Ведь если обетование и воздаяние лучше, то совершенно ясно, что и Завет лучше, и заповеди божественнее. Откуда же видно, что обетование лучше? Из того, говорит, что тот был отменен, а этот был введен вместо него. Ибо Новый Завет потому имеет превосходство, что он лучше и совершенное. Несовершение. Ага, тут ошибка. Если бы Первый Завет был без недостатка, то есть если бы он делал людей непорочными, то не был бы введен Второй Завет. Как обыкновенно говорим, дом не без недостатков, вместо того, чтобы сказать, он приходит в упадок, ветшает. Так я в Ветхом Завете сказал, что он не был без недостатка, не как дурной, но как не имеющий силы сделать людей лучшими, как данный младенца. Евреям 8.8. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Толкование. Не сказал укоряя его, то есть завет, но укоряя их, то есть иудеев, которые не могли совершенствоваться через заповеди закона. Здесь более ясно показывает, что Ветхий Завет отменен, ибо вводит Бога через Иеремию, говорящего, что заключу Новый Завет. Иеремия 31.31.34. То есть совершенно Новый. Не так, как понимают евреи, что Ездра обновил Писание, ибо Писание не стало новым, но осталось древним, хотя и было им восстановлено. Евреям 8.9. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в этом завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Толкование. 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 Они, говорит, не пребыли, а потому я пренебрег их. Напротив, благо и благодеяние получают начало от Него, как бы оправдываясь, приводит причину, по которой Он оставляет их, именно за их непостоянство. Евреям 8.10 Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Толкование. После тех дней. Каких же? Они говорят, что это дни исхода, когда был дан Моисеев закон, а мне кажется, что он говорит о тех днях, о которых сказал выше. Все дни грядут. Таким образом, после того, как пройдут те дни, я проложу такой завет, о чем услышишь далее. Пусть покажет это Иудей, когда он получил неписанный закон. Ибо и после возвращения из Вавилона он дан был ездрой письменно. Апостолы же ничего не получили письменно, но приняли в свои сердца закон Духа. Посему и Христос сказал, «Утешитель научит вас всему и напомнит вам все». Иоанна 14.26 «Это совершено было через Евангелие, ибо те, которые прежде служили идолам, ныне, признав истинного Бога, стали его народом». Комментарий Игнатия Лапкина. Через какие книги, научаясь из них, люди становятся православными? Можете провести опрос и убедиться, что едва ли на тысячу найдется один человек из тех, кто посещает храм, который пришел через Евангелие, и что он может указать определенное место Писания, через которое он услышал голос Божий и обратился ко Христу. Когда мы ссылаемся ныне на определенные тексты Библии, называя книгу, главу и стих, то нужно на это место смотреть не как на строчки и буквы, но помнить о их происхождении. Кто и когда их сказал впервые? Если сегодня гонитель, христиан, прочитает слова Христа, сказанные им, к лютому гонителю Савлу, то эти слова и нужно воспринимать как слова, сказанные самим Спасителем, и запечатленные на бумаге ныне. Во всех народах культивируется авторитет родителей, отца и матери, давших жизнь. Если мы духовно родились от Евангелия, и Слово Божие было для нас нас семенем, которое Создатель положил в нашу душу, то наше почтение, благоговение и благодарность прежде всего и превыше всего будут направлены к Богу и к Евангелию. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иоанна 15.3 Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам. 1 Петра 1.23 Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А это семя, Слово Божие, во всей чистоте сохранила для нас Церковь Христова, соборная и апостольская. Еврея 8.11 И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Научением называют здесь наставления, сопровождающиеся трудом. Ибо вот мы видим, что нам нужно очень много слов для здравомыслящих, чтобы убедить их веровать во Христа. Так как закон иудейский содержался в одном углу вселенной, то немногие знали его. Глад же апостолам распространился по всей земле. Псалом 18.5 И кроме того, так как Бог жил на земле во плоти, и так как Он обожествил нашу природу через восприятие, то Он и возжег в душах всех свет истинного богопознания. И благодатью была как бы вложена в человеческую природу некоторая способность к истинному познанию Бога. Евреям 8.12 «Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконии их не воспомину более». Толкование «Омывая нас через крещение от нечистоты прежних грехов, Он уже более не воспоминает о них, как прежде смытых». Евреям 8.13 «Говоря новый, показал ветхость первого, оветшающий и стареющий близко к уничтожению. И изъясняет пророческое выражение, и говорит, что то самое, что Он назвал этот завет совершенно новым, служит указанием, что первый, наконец, оказывается ветхим. Получив уверенность от пророка, касается, наконец, закона, показывая, что ныне процветает наш завет. Таким образом, из пророческого выражения Он взял имя ветхого, от себя присоединил имя обветшалости. И далее с необходимостью сделал вывод, что уничтожение неизбежно для закона. Как бы так говоря, не случайно Новый Завет упразднил ветхий, но вследствие ветхости устарелости его, то есть в силу того, что он ветхий, то есть немощен и неполезен. Как и в другом месте говорит, закон, ослабленный плотью, был бессилен. Римлянам 8.3 Евреям 9.1 И Первый Завет имел восстановление богослужений и святилище земное толкование. Доказав со стороны священника, священства и завета, что Первый Завет должен быть окончиться, апостол теперь доказывает это и со стороны самого устройства скинии. Было в ней три отделения. Одно внешнее, предназначенное для всех вообще. И Иудеев и Еленов. Далее следовала завеста, за которой входили священники, совершая ежедневно службы. Это отделение называлось святым. Эти отделения были образом ветхого завета, ибо там все совершалось с жертвоприношениями. Святое же святых было образом нашего таинства. Ибо говорит Первый, то есть ветхий завет, имел постановление, то есть символы или законоположение. Но имел в то время, ныне же не имеет, ибо прекратился. Земным называют его потому, что дозволялось входить в него и в одном и том же здании. Известно было место, где стояли Иудеи, Назареи, Празелиты и Елены. Так как оно было доступно язычникам, то и называют его земным, мирским. Все на этом. У нас чуть больше полчаса. Если дальше кто-то будет участвовать, все равно мы отключаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!